Служение Дерека Принца Дух Антихриста Это третья проповедь из серии «Враги», с которыми мы сталкиваемся. В первых двух проповедях мы разбирали природу и структуру царства сатаны. Я рассказывал вам, что есть два противоборствующих духовных царства — царство Бога и царство сатаны. Оба они духовные, и оба они невидимые, но очень реальные. Также мы попытались отследить появление царства сатаны до архангела, которого когда-то звали Люцифер. Он возглавил восстание группы ангелов против Бога и установил свое царство вместе, которое в Новом Завете называется «Поднебесье». Слово «небеса» пять раз упоминается в послании к Ефесиным, которое является основным местом Писания, раскрывающим Божие откровения о церкви. Я думаю, это не случайно, что акцент сделан там, на небесах. Церковь Иисуса Христа должна действовать в небесах и выступать против другого царства, тоже установленного в небесах. Если вы вдруг запутались, то я хотел бы сказать, что в Библии, начиная с первого стиха и далее, слово «небо» стоит во множественном числе. Небес больше, чем одно. И где-то между нашей планетой и Божьим престолом, или «небесами» с Божиим присутствием, находится бунтующее царство сатаны, противостоящее Богу. На втором занятии мы разобрались с одной из основных деятельностей царства сатаны, с одним из главных способов проявления его силы, а именно с колдовством. Для многих людей колдовство — это какое-то старое понятие, относящееся скорее к Средневековью, а не к нашему времени. Но это совсем не так. Колдовство вполне реально, и никогда за всю историю человечества не было более активно, чем в наши дни. И многие страны, которые еще одно поколение назад можно было назвать христианскими, сегодня пропитаны всевозможными проявлениями колдовства. Я попытался дать краткое определение колдовства в трех сферах. Во-первых, это дело плоти. Это один из способов, как проявляется человеческая греховная природа. Я дал вам три слова. Манипулировать, запугивать и доминировать. Цель колдовства — контролировать других людей и заставлять их делать то, что хочется вам. И для этого используется незаконное средство. Колдовство тесно связано с бунтом. Это результат человеческого бунта против Бога. Во-вторых, колдовство — это сверхъестественная сатанинская религия с различными аспектами и фазами. Священники колдовства во многих странах называются шаманами. Нет такого места на Земле, где бы люди не занимались колдовством. Это идет еще с незапамятных времен. Во многих уголках мира это все еще распространенное духовное действие. И в-третьих, мы разбирали колдовство в церкви. Это один из мастерских ударов сатаны. Павел писал христианам в Галатах. «Ох, бессмысленные Галаты! Кто же околдовал вас?» И мы увидели, что доказательство того, что они были околдованы, состояло в затуманивании работы Иисуса на кресте. Из-за этого они лишились всех преимуществ, которые приобрел для них Иисус. И такое колдовство проявлено в церкви в двух основных вещах — в плоти или в уповании на плоть, а не на дух, а также в законничестве, которое является результатом такого поведения. Я предполагаю, и не думаю, что я преувеличиваю, что большая часть христианской церкви отвечает этому описанию. Она отвернулась от сверхъестественной благодати и силы Духа Святого и теперь полагается на человеческие методы и усилия и увязла в различных законнических системах. В некоторых местах я говорил людям, что христианство — это не набор правил, и иногда люди смотрели на меня с удивлением. Мне кажется, им было бы проще принять, если бы я сказал, что Бога нет. Сегодня мы говорим о другом проявлении царства сатаны и сатанинского противостояния Богу и церкви Иисуса Христа. Мы поговорим о Духе Антихриста. Для начала откроем первое послание Иоанна, где он упоминается впервые. Тут сказано «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что «последнее время». Обратите внимание, что действие Духа Антихриста будет усиливаться с приближением к концу времен. Они, то есть Антихристы, вышли от нас, то есть из церкви Иисуса Христа, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание цветовое, и знаете все, или все вы знаете это. И я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Вначале я хотел бы объяснить истинное значение этой странной фразы «антихрист». Во-первых, вам следует знать, что «христ» происходит от греческого слова «кристос», которое полностью соответствует еврейскому слову «машия», от которого мы получили слово «мессия». Удивительно, что многие евреи и христиане не понимают, что «мессия» и «христос» — это два разных слова, обозначающих одно и то же, то есть «антихрист» значит «анти-мессия». И думаю, нам будет проще это понять, если мы будем использовать слово «мессия». Опять же, предлог указывает на то… Если вы не знаете, что такое предлог, не волнуйтесь, вы можете прожить и без этого. Небеса открыты для тех, кто не знает, что такое предлог. Итак, предлог «анти» — это греческий предлог, имеющий два значения, и оба они применимы здесь. Во-первых, он означает «против». Итак, первое его действие — это «против мессии». Второе значение — это «вместо». То есть, конечная цель — это поставить лже-мессию вместо мессии истинного. Итак, эта сила нацелена на то, чтобы вытеснить мессию, и на то, чтобы заменить его лже-мессией. То есть, его действие состоит из двух фаз. И когда вы начнете осознавать это, то увидите, что дух антихриста невероятно активен почти во все время существования христианской церкви. У нас с Руфь есть друзья в Америке, которые посещают церковь так называемого «евангельского направления». Не хочу называть динаминацию… Так вот, однажды они сказали мне, «В нашей церкви можно говорить о Будде, о Сократе, о Платоне, о Мартине Лютре Кинге, и никого это не возмутит». Но если вы говорите об Иисусе Христе, это возмущает всех. Что это такое? Дух антихриста. Это его первая фаза. Он избавляется от истинного мессии. Но мы все должны понимать, что это конечная цель сатаны. Он намерен заменить истинного мессию лже-мессией. Именно с этим мы и имеем дело. Сразу становится заметно, что это действие сатаны проявляется только там, где проповедуется Иисус живой. Вы не можете отвергнуть Иисуса, если вы никогда о нем не слышали. Колдовство — это нечто другое. Оно характерно всему греховному человечеству. Как я уже говорил, это универсальная религия грешных людей с различными формами, проявлениями и церемониями. Но антихрист может проявляться только там, где проповедуется Иисус. В Евангелии от Матфея записано, что во время искушений в пустыне Иисус сказал сатане, «Отойди от меня». Или правильно было бы перевести, «Встань позади меня». Или же «Иди позади меня». Я думаю, что это описывает нашу духовную деятельность. Где бы ни проповедовался Иисус и Евангелие, Бог позволяет, чтобы там же появлялось противоположное послание. Человечество придется выбирать между истинным мессией или лжемессией. Это метод работы «Бог с нами». Он не исключает неправильные варианты. И на нас лежит ответственность за правильный выбор. Я думаю, это крайне уместно в нашем поколении. Я думаю, что этому поколению так или иначе придется принимать решение «истинный мессия» или «лжемессия». И дух антихриста невероятно активен. Вы даже не представляете, насколько он навязывает нам неверные решения. В отрывке, который мы только что прочли из послания Иоанна... Давайте, кстати, прочтем еще несколько стихов из этой четвертой главы, а именно второй и третьей. Тут сказано «Духа Божьего» и «Духа заблуждения». Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога. У некоторых из вас, может быть, более короткая версия, «всякий дух, который не исповедует, что Иисус есть Христос», Но значение то же самое. Сказано, что это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Если мы посмотрим на оба эти отрывка, то увидим, что есть три формы Антихриста. Во-первых, есть много Антихристов. И в ходе истории человечества появлялось очень много Антихристов. Я очень коротко расскажу о некоторых из них, во-вторых, есть Антихрист немного, а один конкретный. Я думаю, что это конечное проявление, конечный продукт духа Антихриста, который, насколько я знаю, еще не проявился в истории человечества. Я думаю, что его тень уже упала на сцену, но его самого вы еще не видели. Писание говорит, что в конце этого века будет один крайне жестокий и крайне могущественный правитель, который короткое время будет доминировать над всем человечеством. Вот это и будет Антихрист. Третья форма — это дух Антихриста. Дух Антихриста — это дух, действующий через каждого Антихриста. Иоанн представил нам несколько отличительных черт духа Антихриста, которые очень важны. Во-первых, он берет свое начало среди божьих людей, потому что в 1-м послании, 2-й главе, Иоанн говорит, «Они, то есть Антихристы, вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть дух Антихриста всегда каким-то образом начинается среди божьих людей, но там ему не место, и это станет видно. Это первая черта духа Антихриста. Вторая — это то, что он отрицает то, что Иисус есть Мессия. Первое послание Иоанна, 2-22. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист. А затем Иоанн продолжает и дает третью отличительную черту. Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Это очень важно. Антихрист не отрицает существование Бога. Он даже называет себя представителем Бога. Он отрицает отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Если вы встречаетесь с отрицанием этого факта, то, наверное, вы столкнулись с духом Антихриста. И четвертая отличительная черта духа Антихриста указана в первом послании Иоанна, 4-й главе, 2-м стихе. Он отрицает то, что Мессия пришел, и, возможно, распространяет веру в Мессию, который только должен прийти, но отрицает то, что Мессия уже пришел. Давайте повторим все эти отличительные черты. Во-первых, дух Антихриста берет свое начало среди Божьих людей. Во-вторых, он отрицает то, что Иисус — Мессия. То есть это не может быть язычество, потому что язычество даже и не слышало об Иисусе. Это может происходить только там, где Иисус был проповедан. В-третьих, он отрицает отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Он не отрицает существование Бога, а отрицает Бога, проявленного в лице Отца и Сына. В-четвертых, он отрицает, что Мессия уже пришел, и учит о том, что Мессия придет в будущем. Давайте приведем несколько исторических примеров. Признаюсь, что мои слова могут вызвать много споров, но красота истины в том, что она может выдержать любые споры. Я не хочу никого обидеть и не хочу оскорбить другие религии. Я лишь хочу представить истину. Первое устойчивое и долгосрочное проявление Духа Антихриста наблюдается в иудаизме. Мы привыкли думать, что христианство — это ответвление иудаизма. Так вам скажут евреи. Я не еврей, но моя жена еврейка. Поэтому мы очень близки к еврейскому народу. Я пришел к выводу, что это неправда. Что произошло? Христианство — это учение Иисуса и его последователей, а не все церковные правила, которые появились позже. Итак, учение Иисуса и его последователей является истинным продолжением религии Ветхого Завета. А иудаизм является ее ответвлением. Это очень важно понимать, особенно когда вы общаетесь с евреями, а с нами это случается часто. Итак, это первая черта. Это началось среди божьих людей. Я не эксперт по иудаизму, но если вы проанализируете его учение, то большая доля его — это необоснованный отказ от веры в Иисуса. Основное внимание уделяется там отрицанию заявлений Иисуса. Второе проявление Духа Антихриста в иудаизме — это отрицание того, что Иисус есть Мессия. Но они верят в Мессию, который должен прийти. В-третьих, он отрицает отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Он отвергает заявление Иисуса о том, что Он Сын Божий, и не принимает тот факт, что у Бога вообще есть Сын. Ну и в-четвертых, как я уже говорил, иудаизм отрицает то, что Мессия уже пришел. Интересно, что летом 88-го года в Иерусалиме появились очень красивые плакаты. Они были на всех главных улицах города. На иврите там было написано «Мессия пришел». Если вы хотите встретиться с Ним, то в такое-то воскресенье пойдите на Елеонскую гору, «И он будет вас там ждать». Очень красивые плакаты. Не знаю, кто их сделал. Знаю только, что один журналист все-таки пошел туда, чтобы все проверить, но Мессию он так и не встретил. Этим я хотел вам показать, насколько реален этот вопрос. Если вы с сочувствием общаетесь с евреями и упоминаете имя Мессии, то в их глазах что-то меняется, потому что это слово имеет особое значение для еврейского народа. А сейчас я хотел бы поделиться с вами одной мыслью. Вы можете не соглашаться с ней, но давайте на мгновение откроем Евангелие от Матфея, 27 главу, и прочтем всего один стих. Я думаю, что в этом стихе описано первое сильное проявление Духа Антихриста. Евангелие от Матфея, 27 глава, 21 стих. Иисуса привели к Понтию Пилату. Пилат пришел к выводу, что с Иисусом все в порядке, но еврейские религиозные лидеры настаивали и настаивали на том, чтобы его обвинили, и они подготовили целую толпу, чтобы она выступила против Иисусом. Также вы должны понимать, что в этой толпе могли быть люди, которые всего неделю назад приветствовали его в Иерусалиме, кидали пальмовые ветви ему под, многие кричали «Благословен грядущий во имя Господне». Это показывает то, что мы не можем игнорировать человечество крайне испорченным. Всего за неделю они полностью изменили свое мнение, но я не думаю, что это была лишь обычная человеческая реакция. Я считаю, что тогда в невидимой сфере перешла невероятно жестокая духовная война. И, к сожалению, дух Антихриста одержал победу. Вот что случилось. Понтий Пилат вывел Иисуса и сказал, «Вы знаете, что в это время каждый год отпускаю одного заключенного. Отпустить вам Иисуса или же Вараву?» Варава был политическим агитатором, убийцей, жестоким человеком, и он никогда не сделал никому ничего хорошего. Иисус, с другой стороны, никогда не причинил никому никакого вреда. Он накормил тысячи людей, исцелил тысячи, благословил также тысячи. То есть не было никаких логических причин, чтобы выступать против него. Это было нелогично. Это было действие духовной силы. И это, по-моему, ключевой стих. Тогда правитель, то есть Пилат, спросил их, толпу, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Здесь Израиль выступает как прообраз того, что произойдет с человечеством. Это мое личное мнение. Я думаю, что в конце концов все человечество встанет перед таким выбором. Вы выбираете Иисуса, Спасителя, Целителя, Праведника, или выбираете Вараву, злого и жестокого агитатора. В каком-то смысле Варава — это прообраз Антихриста. И кого они выбрали? Вараву. Давайте не будем показывать на них пальцем. Лучше давайте будем очень осторожны, чтобы в назначенное время не сделать самим ту же ошибку. В то время духовная сила носилась через ту толпу, и она изменила их. Они буквально обезумели от гнева и зависти без какой-либо на то причины. Лично я считаю, что это был первый случай, когда дух Антихриста повлиял на человечество, и с того времени он стал доминировать над еврейским народом. Иисус предупреждал их об этом. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. В этот момент они обсуждали Его заявление о том, что Он — Мессия и Сын Человеческий. Иисус сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя свое, Его примите». Это было доказано не один раз. Иными словами, «Я истинный Мессия, но вы Меня не примите». А если придет лже-мессия в Его имя, то вы Его примите. А в еврейской энциклопедии записаны как минимум 40 лже-мессий, которые появлялись с того времени и принимались еврейским народом. Из них всех один из самых известных — это Бархаква. Он возглавил восстание против Рима, кажется, в 130 году. А затем был Моисей Критский, он жил в V веке, и убедил людей в том, что они должны встретиться с Мессией в море, и тысячи людей вошли в море и утонули там. В 1666 году, который должен был стать годом чудес, Шабтай Цви объявил себя Мессией и был с энтузиазмом принят многими людьми. Одно из лжеучений иудаизма — его преподают не во всем иудаизме, а только в некоторых местах — заключается в том, что тот, кто вернет нам наш храм, есть Мессия. Вы знаете, что территория храма — священное место для всех евреев, все еще занята мусульманской мечетью, и евреям даже не разрешается ходить туда, хотя с политической точки зрения они контролируют всю ту территорию. Я считаю, что если поднимется политическая фигура и каким-то образом вмешается в дела на Ближнем Востоке, а также раздобудит еврейским людям разрешение на постройку храма в том месте, то они с энтузиазмом примут его как Мессию, и он привлечет внимание всех евреев по всему миру. Предполагаю, что ждать осталось еще недолго. Давайте рассмотрим еще одно основное проявление Духа Антихриста. И мы, христиане, должны быть о нем очень хорошо проинформированы, потому что это очень важно для этого времени. Я говорю об исламе. Это религия Мухаммеда. Ислам означает совершенство, полнота и исполнение. Мухаммед родился в 7 веке нашей эры на Аравийском полуострове. Он провозгласил себя пророком в пещере, получил от Архангела откровение о религии, которая потом стала называться исламом. Он заявлял, что его религия, то есть ислам, была истинным исполнением Ветхого и Нового Завета. Также он заявлял, что в Евангелиях христиане исказили истину, а он якобы с помощью ислама будет ее восстанавливать. Это основные заявления Мухаммеда. Он верил, что из-за того, что он отверг идолопоклонство и отверг христианство, еврейский народ последует за ним, но он был разочарован. И когда они не последовали за ним, он выступил против них и стал их гоницелем. Итак, давайте немного рассмотрим учение ислама. Лично я считаю, что на данный момент ислам — это самое зловещее и самая мощная сила, противостоящая истине Божией по всему миру. Трагично, что столько христиан на Западе полностью не понимают и недооценивают ислам. Если он наберет силу, то в первую очередь он будет подавлять евреев, а во-вторых, подавлять христиан. В мусульманских странах многие века христиан и евреев называют деми, что значит «люди второго сорта». Мусульмане могут держать их при себе, но в таком, знаете, низком или униженном положении, чтобы превосходство ислама было видно всем. Мы с Руфь были в Пакистане в 1985 году и проповедовали там Евангелие. В первую очередь нам показали еврейский квартал, вернее, христианский квартал в Карачи. Я все еще помню, как мне было плохо, когда я увидел все их убожество, бедность и унизительное положение. Прямо по улицам текут канализационные отходы. Они ходят в туалет прямо на улице. Вот как жизнь христиан представлена людям Пакистана. Им это подходит. Они не собираются уничтожать христиан полностью. Они хотят показать полное превосходство мусульман над христианами. Например, мусульмане никогда не убирают туалеты, поэтому все уборщики туалетов в Пакистане — это христиане. Вот как видят христиан в Пакистане. Это лишь один из многочисленных примеров того, что евреи и христиане являются угнетаемым и униженным меньшинством в исламских странах. В исламских судах клятва христианина не принимается во внимание. Показания христианина против мусульманина также не принимаются. Это правда, что ислам не виновен ни в чем, столь ужасным, как Холокост, но зато у него долгая, 14-ти вековая история угнетения и презрения к христианству. Вы даже не представляете, с каким презрением они там относятся к христианам. То, что мы с вами, благодаря христианской культуре, считаем ценными качествами, как, например, милости, прощения. Для мусульман это слабости. При нынешней ситуации на Ближнем Востоке западные политики, даже если они не христиане, они все равно имеют христианское мировоззрение и христианское происхождение. Они говорят о милости, мире и прощении. А для мусульман это бессмыслица. В мусульманском представлении «Месть, о, вот это священный долг!» Я хотел показать вам, что это совсем другой дух, потому что это не всегда очевидно. Как я уже говорил, у ислама есть свои отличительные черты. Его начало связано с Ветхим и Новым Заветами. Он считается результатом откровения Божьего, но отрицает фундаментальные принципы христианской веры. Он отрицает искупительную смерть Иисуса на кресте. Мухаммед учил, что Иисус не умер, а ангел пришел и тайно похитил его до того, как он почил. Если нет смерти, то нет и искупления. Если нет искупления, то нет и прощения. Ни один мусульманин не имеет гарантии, что его грехи прощены. А во-вторых, ислам очень громко отрицает то, что Иисус — Божий Сын. Вы можете поговорить с мусульманином о том, что Иисус был пророком, и он будет вас внимательно слушать. Даже Коран называет Иисуса пророком и даже признает его как Спасителя и Мессию. Но если вы скажете, что он — Сын Божий, то встретитесь с очень сильным и горьким сопротивлением. В известной мечети под названием «Купол скалы», которая построена на том месте, где когда-то стоял храм Соломона, в различных надписях на стенах дважды сказано, что Богу не нужен Сын. Пока вы не столкнетесь с этим, то вам даже сложно представить всю интенсивность противостояния. Как я и говорил, Ислам отрицает отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Интересно то, что обе религии, которые мы рассмотрели, иудаизм и ислам, родились на Ближнем Востоке. Если вы поедете в тур по Израилю, и у вас будет гид, то, скорее всего, он расскажет вам, что Израиль является родиной трех величайших монотеистических религий — иудаизма, христианства и ислама. Это мое предположение. Я просто хочу, чтобы вы подумали над этим, что Дух Антихриста в христианской церкви достигнет успеха в устранении Иисуса. То есть, в конце концов, у нас будет христианство без Иисуса. Это будет система морали, законов, система полная пышных зрелищ и религий, но без Иисуса. Как только вы устраняете Иисуса, то тут же открывается дверь для синтеза иудаизма, христианства и ислама. Я думаю, и это опять же мое мнение, что Антихрист возглавит такую религию, объединив иудаизм, ислам и отступническое христианство. Полагаю, что мы на пути к этому, если учесть, что в последние годы Папа Римский и епископ Кентерберийский проводили в христианской церкви церемонии, где мусульмане, индусы и коренные американцы были собраны вместе как братья. Ну, так о чем еще говорить? Видите, вы читаете об этом в газетах, а это дух Антихриста. Его цель — устранить Иисуса. Именно он — камень преткновения. Крест — это камень преткновения. Уберите Иисуса, и тогда крест и христианство можно смешать с любыми религиями. Я думаю, что мы уже на пути к этому. Это мое личное мнение. Тем не менее, нам нужно быть очень осторожными в нашем отношении и подходе к этим вещам, потому что дух обольщения уже действует. Затем, как я уже говорил, будет много антихристов поменьше. Людей или систем. Например, 30 лет назад я был в Кении, занимался просветительской деятельностью. Я очень уважаю Джоомо Кенниата, первого президента Кении, но в период, приведший к независимости Кении, произошло восстание Мау-Мау. Вы, наверное, еще помните это слово «Мау-Мау». Последователи Мау-Мау взяли все христианские гимны, которым их учили миссионеры, и переписали их, вставив Джоомо вместо Иисуса. Это еще один простой пример духа антихриста. Я не говорю, что Джоомо был антихристом. Думаю, даже он был хорошим человеком. Он не был христианином, но зато он проделал прекрасную работу, поэтому я совсем не хочу критиковать его. Но дух, действовавший тогда, — это дух антихриста. А теперь давайте перейдем к последнему проявлению духа антихриста в самом антихристе. Сейчас мы поговорим о том, что, насколько я понимаю, относится к будущему. Если не к будущему, то я этого еще не знаю. Всегда есть вероятность ошибки, и я не хочу громко заявлять, что все будет именно так, как я это представил, но хочу обратить ваше внимание на эти очень важные местописания, чтобы вы хотя бы знали о них и были в курсе планов сатаны. И вы сами можете определить, как далеко он зашел в исполнение своего плана. Вначале мы откроем второе послание фессалоникицам, вторую главу, третий стих. На самом деле, здесь речь идет о появлении, о проявлении и откровении об антихристе. Также здесь говорится о подготовке к возвращению Господа. Эти процессы очень тесно переплетаются, потому что последним ходом сатаны перед возвращением Господа будет антихрист. Павел говорит, что Господь уничтожит антихриста яркостью своего возвращения. Я не хочу быть героем и предпочитаю, чтобы Иисус разобрался с антихристом. Я думаю, что только Он, единственный, кто может это сделать. Истинный Мессия разберется с лжемессией. Думаю, одна из основных целей Его прихода — это поразить и свергнуть антихриста. Итак, мы посмотрим второе послание фессалоникицам, вторую главу, начиная с первого стиха. И остановимся мы, пожалуй, на третьем. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это тема моего отрывка. И слово «пришествие» на греческом «парусия» — это слово, которое обычно используется по отношению ко второму пришествию Иисуса. «Итак, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Это церковь, которая вознесется, чтобы встретиться с Ним. Не спешить сколебаться умом и смущаться. То есть не волнуйтесь и не обманывайтесь. Ни от духа, то есть от лжепророка или лжиучителя, ни от слова. Это пророческие послания, которые могут возникнуть как, к примеру, пророчество о том, что Иисус придет 12 сентября этого года. Я просто поражен. Не знаю, дошло ли это до Британии, но я удивлен, что множество верующих в Соединенных Штатах Америки поверили в это. Это признак невероятного невежества американских христиан. Не знаю, можно ли сказать, что христиане в других странах чем-то лучше. Я не готов это сказать. Тысячи людей поверили этому учению и учителю, который сказал, что Иисус придет на Рошашана на еврейский Новый год. Думаю, их даже не смутило то, что он вообще не пришел. После такого они все еще продолжают верить людям, хотя те были полностью неправы. Как бы там ни было, я понимаю, почему Павел написал эти слова «Не спешиться колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Видите, до чего дошел сатана? Он делал так, что люди писали письма от имени Павла, подписывали их именем Павла, будто бы их написал сам Павел. «Когда-то у меня был друг-служитель, вернее, он все еще мой друг. Он очень хороший брат. Если бы я назвал его имя, то многие из вас узнали бы его. Когда-то он сам распространял записи своих проповедей. Он был тогда пастором церкви. Когда одна группа, у которой были очень ошибочные доктрины, заполучила его кассеты, то на чистой стороне они стали записывать свои учения, но ничего об этом не сказали и просто вернули ему записи». Теперь, когда люди в церкви покупали его проповеди, то вместе с ними на той же кассете было полностью неправильное учение. «Не думайте, что сатане не хватит наглости. Наглости ему не занимать. Его наглости нет предела». Хорошо, давайте продолжим. Не обманывайтесь, будто уже наступает День Христов. То есть об этом учили еще в то время. Да, не обольстит вас никто никак. И я хочу сказать это каждому из вас. Да, не обольстит вас никто и никак. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления». На греческом «отступление» — это апостасия, что значит «вера отступничества». Это значит намеренное отвержение открытой истины. Я думаю, что мы живем в дни отступничества. Вернусь к этому чуть позже. А далее «Доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха или человек беззакония. Сын погибели». Итак, у Антихриста есть еще два титула. Он — человек беззакония. Он — главное воплощение человеческого бунта против Бога и отвержения Божьих законов. Также он — сын погибели. Или тот, кого ждет вечная погибель. Интересно, что в Новом Завете только один человек также назван сыном погибели. Это Иуда Искариот. Он был лжеапостолом. Здесь мы снова видим дела, которые этот человек начнет вместе с так называемой христианской церковью. Думаю, что он будет харизматом, суперхаризматом. Я действительно так думаю. Противящийся и превозносящийся, выше всего, называемого Богом. А вот здесь остановимся на минутку. Тут представлены три имени этого существа. Антихрист — человек греха и сын погибели. Еще одно его имя упоминается в Откровении. Мы откроем 13 главу и начнем с середины 1 стиха. Это часть видения Иоанна. Он видел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я увидел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. А кто этот дракон? Конечно, сатана. Итак, здесь мы видим человека, которому сатана передаст свою власть. Зачем сатане передавать свою власть этому человеку? Потому что это даст этому человеку возможность доминировать над всем человечеством, а также убедить и заставить всех людей сделать одну вещь, о которой больше всего мечтает сатана. Так что же это такое? Поклонение. Это его цель, и он работает над ней усердно и настойчиво много веков подряд. И он уже очень близок к достижению этой цели. Хорошо, продолжим. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. Это будет что-то вроде лжевоскресения. Не знаю, будет ли этот человек убит, но очевидно, что он будет мертв, а потом оживет. Что бы произошло в Америке, если бы Джон Кеннеди вернулся к жизни после своего убийства? Тогда в Америке почти не осталось бы таких людей, которые бы не продались Джону Кеннеди. Продолжим. Четвертый стих. «И они, то есть люди Земли, поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Итак, четвертый титул — это «зверь», а именно «дикий зверь». Это слово в греческом языке означает «дикое существо» или «хищник», такой как леопард или лев или кто-то подобный. В Откровении показан большой контраст между двумя людьми — диким зверем, который будет правителем сатаны, и агнцем, божьим правителем. Я думаю, что всем нам важно помнить это в своем духе, что мы должны культивировать не природу зверя, а природу агнца. Когда в начале служения Иисуса Дух Святой сошел и искал того, на ком бы он остался, какой характер он искал? Характер агнца. Иоанн Креститель сказал, «Смотрите, вот идет агнец Божий!» Именно на него сошел Святой Дух. Я думаю, что это один из важных вопросов, который касается каждого из нас. В современном мире столько конкуренции и напряжения, люди настолько жестоки и не сдержаны, что очень просто позволить природе зверя проникнуть в нас. Но Бог хочет видеть в нас природу агнцем, давайте посмотрим на его описание в пятой главе. Мы можем прочесть очень много, но, наверное, не будем этого делать, а начнем с пятого стиха. Иоанн увидел свиток в Божьих руках. Но не было никого достойного, кто мог бы открыть его. И Иоанн начал плакать. И один из старцев сказал мне, «Не плачь». Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Это очень важный момент. Иоанн ждал льва, но что же он увидел? «И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный». Итак, лев — это агнец. Это преднамеренное противоречие. То есть правитель, назначенный Богом, не имеет природы зверя. Он имеет природу агнца. И он высоко превознесен, выше всех, потому что он положил свою жизнь, потому что он смирился, потому что он пошел путем кротости и смирения, потому что он не противостоял своим гонителям. Я действительно верю, что Церковь в эти дни тоже должна проявлять эту природу. Не думаю, что это просто. А предлагаю вам, и это не очень популярное предложение, я думаю, что Церковь может пойти домой так же, как ее Господь, через крест. Я думаю, что мы побеждаем, когда сила Божия совершенствуется в нашей слабости. Думаю, что этому нам придется научиться. Сегодня в Церкви много учений о том, что мы можем сделать все о силе и власти, обо всем, что дает нам вера. Но я думаю, что это только раздувает нашего естественного человека, нашу плотскую природу. А эта плотская природа должна быть распята до того, как мы сможем войти в Божие предназначения для нас. Мы можем продолжить читать описание Агнца, но думаю, что вы можете сделать это сами. Посему вернемся к 13 главе Откровения и рассмотрим несколько моментов, описанных там. Мы увидели, что все люди поклонились зверю, и все они были убеждены, что воевать со зверем бессмысленно. Давайте включим воображение. Предположим, что к власти пришел мировой правитель, который собрал все ядерное оружие. Всем остальным его использовать запрещено. Никто бы не решил совоевать с ним. Даже попытка была бы самоубийством. Я пытаюсь донести до вас, что ситуация, описанная здесь, может быть очень близкой. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его, и живущих на небе. Он будет открыто кидать вызов Богу. Он будет не тайным врагом. Он будет трясти кулаком прямо перед лицом всемогущего Бога. И опять же, мне кажется, что ждать этого осталось не очень долго. И дано ему было... Кем дано? Предполагаю, что Богом. А вот это пугающая мысль. И дано было ему вести войну со святыми. «А кто эти святые?» Думаю, это мы. Надеюсь, что это мы. Когда я говорю «надеюсь», то это звучит двусмысленно, не так ли? «Я хочу быть святым, но хочу ли я, чтобы зверь воевал со мной?» Возможно, придется выбирать между двумя вариантами. И дано было ему вести войну со святыми. И победить их. Видите, я хочу донести до вас, что в христианстве не все победы даются легко. Я даже думаю, что в нашу веру заложено это ощущение, что мы, вероятно, будем побеждены. Побеждены, но не совсем. Вы заметили, что Иисуса мало волнует мнение этого мира. Как он в последний раз появлялся на публике? Как труп на кресте. Он никогда не стремился изменить это последнее появление. Он никогда не появлялся на публике снова, кроме тех людей, которые действительно верили в него. А насколько сильно нас волнует мнение этого мира? Вообще волнует ли оно нас? Павел сказал, «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И поклонятся ему все живущие на земле, о которых имена не написаны в книге жизни, уагнцы, заклонного от создания мира. Это очень серьезное заявление. Все человечество поклонится ему, кроме тех, кого Бог избрал для себя, чьи имена записаны в книге жизни у агнца от создания мира. Затем мы видим другого, очень зловещего человека, которого мы рассмотрим очень коротко. Это второй зверь. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он был похож на ягненка, но у него был голос дракона. Я думаю, что это будет религиозный деятель. Он также назван лжепророком. Я думаю, что лжерелигия будет согласовываться со лжемессией. Например, в Китае сейчас действует официальное движение «Тройная автономия» под руководством епископа Динга, которое полностью согласуется с атеистическим, коммунистическим правительством Китая и является основным гонителем настоящих христиан. Думаю, такое происходит и во многих других странах. И теперь им стыдно, они не знают, что сказать на это. А я считаю, что политический лидер поймет важность религии и задействует ее, но только в лжеформе для поддержки своей власти. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. У нас нет времени, чтобы разбирать это, но обратите внимание, что здесь тоже Троица. Древняя церковь в Средневековье, где использовали латынь, говорила «дьяволус симеос дей». Дьявол — это подражатель Бога. Он ни разу не придумал ничего нового. Он может делать только плохие копии того, что сделал Бог. У него тоже есть своя Троица. Сатана, зверь и лжепророк. И они создают образ того, что является лжецерковью. А теперь быстренько вернемся к посланию Фессалоникицам. Мы возвращаемся к ключевому третьему стиху. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха». Как я уже говорил, слово «отступление» — это греческое слово, от которого произошло слово «отступничество». Его главное значение — намеренное отречение от объявленной истины. Я думаю, что мы сегодня со всех сторон окружены отступничеством. Во все времена были церковные лидеры, которые были грешными, аморальными, похотливыми, но они никогда открыто не отрекались от христианских истин. Наоборот, они использовали эти истины для поддержания своей власти. Но в этом веке, начиная, наверное, с Германии, мы имеем церковных лидеров, официальных представителей церкви, которые отрекаются от всех фундаментальных истин христианской веры, от божественной природы Иисуса, Его непорочного зачатия, Его искупительной смерти, Его физического воскресения, Его Второго пришествия. Многие из них занимали и занимают высокие почетные должности в христианской церкви. Как вы знаете, в Британии две трети епископов англиканской церкви тоже подписались под всеми этими заявлениями, которые были изначально сделаны епископом Дарома. Я никого не критикую, а просто показываю, что это характерная черта этого столетия, которая не существовала в предыдущие века. Я думаю, что мы уже столкнулись с отступничеством. Церковь является защитой от этих ошибочных мнений. Поэтому сатане нужно проникнуть именно в церковь до того, как он сможет представить свое учение.